Вот еще из асиных новинок. Посмотрите, так это там кто? Это кто вот этот язычок? Рыба, что ли или нет. Лев, да? Лев, да. Как кубок, да? Кубок с серебром, да. Под сладости, да? Давай. Ага. Красивая бакарат. Стекло бакарат, серебро, много клей. Клейма есть, да? Да, очень много. Венок наверху. Венок наверху. Очень красиво, да? Здесь он просто, да. Ага. Так, у Аси, смотрите, два хрустальных подсвечника. Вот с такими гравированными розами. Так, и еще я вам не показал вот этого. Что это у нас? Ослик, ослик везет повозку с яблоками, крупами, что там? Ну, в общем, да. Осенняя, как это назвать? Осенняя повозка, да? Он там крутится. Мертится. О, давайте я вам еще кувшин покажу. Давайте я покажу вам этот кувшин гениальный. Какой же он роскошный, роскошный. Три клейма стоят. Обалдеть, обалдеть. Какой же он красивый. Вы видите? Вы видите? Вы видите, какая красота. Обалдеть. Раньше целую зарплату шли и отдавали вот такие вещи. Ну, и сейчас, знаете, кто болеет этими вещами, пойдет и купит за любые деньги. Красивый. Напомню, вот у Аси я сейчас прикреплю вам номер, чтобы вы могли приобрести здесь еще парочку. Смотрите, вот такие есть. И вот что я пропустил у Аси. Вы только взгляните на эти формы. Вы только посмотрите на этот чайник. Это же прям что-то нерукотворное. Четыре клейма. Здесь еще какой-то номер. Какой носик деликатный. Здесь как он сделан. Боже, цветок роскошный. Ручка. Что там? Рог или кость. Вот это что? Гениальный. Весь вычищенный. Состояние роскошное. Здесь не просто какая-нибудь ерунда. Не какой-нибудь там болтик, гайка. Вот специально. О, это крестов. Марка такая. Фирма, как правильно назвать. Ручка. Какой рисунок. Видите, как выработана? Гениальный. Гениальный. Сейчас проходил молодой человек и говорит мне. Какая у вас красивая прическа. А кто-то недавно написал другой. Какая стыдоба с такой ходить прической. Ну вот кому как, знаете. Тут в бороде пристали бороду сбрей. А другим волосы сбреи. Сбреешь волосу будут кричать. Верни все назад. В общем, кино с вами. Так, ну мы вернемся к чайнику. Давайте, Люс. Ну, лучше любоваться с чайником. Все равно будет ходить каждый так, как ему нравится. А вот чайник. В принципе, да. Вот как и вот этот кувшин. Достойные вещи. А вот какая плиточка. Ой, вы знаете, кажется, ходишь-ходишь и ничего нету. Какая-то все фигня. А стоит приглядеться, а тут прикрас полным-полна коробочка. Встретил Алену, пообщались. Она мне свои покупки показала. Я свои. Она здесь смотрит герб Санкт-Петербурга. И еще что очки рассматривает. Вот. И где ты теперь будешь, Ален, с куклами? Куклы 6 по 8 октября. Тишинка. На Тишинке. И 29-30 сентября. Вот уже следующие выходные. Это будет Мосвинтаж. Хлебозавод. На Хлебозавод. Ну, хорошо. Постараемся прийти. Приходите. Угу. Ты там новую куклу готовишь, да? Да, будут новые куклы. Угу. Ну, здорово. Ну, на кукольную Тишинку навряд ли. Но вот на Мосвинтаж, да, приду. А, и еще я Алену пригласил домой. Будет, если у нее время, когда разделается всеми делами. Покажет, как куколок делает. Ну, и просто почаевничаем, пообщаемся. Вот что-то такое, да, в этом роде. В свободном этом режиме. Ждем тогда. Хорошо. Спасибо. Давай, ага. Друзья, стоим, разглядываем эту плакетку. Ну, плакетку ее можно назвать, да? Из розец. Из розец, да. Да. И увидели, что здесь... Ну, вернее, как получилось. Алена увидела, что мне это нравится. И поняла, что мне это нужно. Мы просто сейчас заговорили про усадьбу, про домик, про свой. Что надо землю покупать или домик как-то чего-то надо уже. Она говорит, пусть это будет начало твоего домика. И что это? Скажи, самое, пару слов. Ну, мне показалось, тут добрых лет, Иван, Иван. На самом деле, тут надпись, рады мы и всегда друзьям. Добрых лет, Иван и нам. Ну, вот, похоже, да? Еще тут рыбки. Рыбки в пруду. И королевы. Королевы ходят. Королевы. А я, значит, котика поглаживаю, чокаюсь. И, значит, тут что-то свадьба прожить вот от 20 минимум до 45 максимум. Ну, учитывая мой возраст, это, то есть, до 90 лет почти, поэтому нормально жилаю. Будем жить. Ну, это свадьба, а не то, что там пожить можно больше. Ну, как-то будет дом, будет, как говорится, и хозяйка. Вот к чему. Да. Ну, постройка двухэтажная, как я хочу. И балкончик, посмотри. И вот, смотри, тут беседочка. Беседочка. Ротонда, да? Ротонда, да. Ой, шикарно. Алена говорит, заложи ее в этот, куда, в стену замуруй. Как снаружи, говорю, меня утащит, жалко. Я лучше в антикварную рамку куплю и внутри повесишь. Спасибо большое. Алена мне подарила его, купила вот здесь, купила и подарила. Вот у того же мужичка, что вот я картину купил. И эту картину теперь все облизываются. Она, правда, теплая, теплая. Очень, очень. Подними ее, пожалуйста, на солнце, сейчас ее как раз показать. Зрителям. А, там твое еще стоит. Ага. Надо в тенечек, надо вот так, чтобы ее видно было. Ага. Сейчас солнышко уходило. Мы тут стояли, была такая прям атмосфера прекрасная. Светится, да? Ага. Ага. Ну, в общем, сейчас выходные дни пройдут. Я уж выходные стараюсь не сверлить. И после уже просверлю, повешу. Подумаю, где. Класс, класс. В общем, сегодня пруха-везуха и подарки, и покупки. И покупки такие. Такие удачные, да. Здорово. Народу стало поменьше. Но все равно народ тусуется. И многие уже, видите, ушли. Вот здесь, например. Но мне кажется, в это время начинается самый интересный рынок. И даже продажи. Потому что уже скидывать начинают. Скидки делать. И хочется меньше домой нести, укладывать. Поэтому продавцы отдают дешевле все. Так что не спешите уходить с рынка. Прям бежать бегом. Надо погулять. Надо повыбирать, поискать. Я тоже здесь стоял себе. Вот возле Аси я стою и стоял. А потом хобана. А здесь картины такие роскошные. Вот и купил. Смотри, какие классные коробочки. Под ложечки. А, тебе под кольца. А, ну да, кстати. Открыл и расположил там, да, все. И можно в крышку воткнуть какие-то булавочки. Угу. Ребятки, смотрите. Это уже новая Дулева. Ну да. Ага. Это уже новая Дулева. Золото сверкает. Кружка для чая. Кто любит большие кружки? Три тысячи он хочет. Ну, говорит, пятьсот рублей скину. Две пятьсот. Не, ну шикарная, шикарная. В любом случае. А, это вот такие с переходом, да, вот такие вот. Ну да, меняющие все, да, вот это вот глазки меняются. А, вот закрывает глазки, видно? Мы выбрали обычный. А для десерта специально там ломать. Видела? Глазки закрывает. Все по пятьсоту дать. А, ничего себе. Или подмергивает одной глазки. Что решила брать? А, вот это. Это же вот этот натуральный жемчуг. Вот их нету. Я видел одну блогершу, она вот с таким охотится. Да? Старенькая. Да, она за таким охотится, и его, говорит, все меньше и меньше. И она живет там, где его вырабатывают. Да? И она все, короче, скупила. Старенькая застежка. А тебе повезло, да. Здорово. Так, а это у нас вот такие подставочки под тарелки. Тоже надо будет подобраться и приобрести. Рыбка, да. Ага. Бронза. За подставочками приду попозже. Медведь, кстати, вот такой. Лептовый. Ага. Угу. Вот этот медведь. Латунь. Маме тут привет передают. Мальчонка, смотрите, какой хорошенький. А сколько он такой стоит? 3000. Он прекрасный. Вот и в детскую хорошо поставить, да? Хоть девочке, хоть мальчику. Это он с утра проснулся. Видите, глазки трет. Шикарный. Испания, по-моему, написано. Ой, какой он прекрасный. Так, снимает? Да, снимает у меня. Солнце опять не видно. Ой, он замечательный. 3000. Как я раньше боялся фарфора. Его, конечно, и сейчас. Вот и они почему, да? Многое бьется, рассыпается и все так далее. Но без фарфора в доме это, знаете, как пустая жизнь. Фарфор придает все-таки... Эггерман. Эггерман. Угу. Все-таки в доме должен быть вот такие вещи, статуэтки, особенно хорошего качества. 4. А сколько они стоят? 4. 3. 1-3, да? 1-3, да? 1-3 штучки. 1-3 штучки. Ой, 1-3 тысячи, да. Так. Вот эти я еще хотел вам показать. Забавные. Бокальчики. Забавные. Забавные. Бокальчики. Поэтому что? Я даже не... Обычно я пробегаю весь рынок, а сегодня я не успел. Тут снимал и общался. В общем, да. Нет, очень интересно все. Так, я вот здесь еще денежку должен. 500 рублей. А у меня что-то не срабатывает этим. Значит, завтра я им отдам. Не срабатывает СПБ. Чего-то сегодня не работает. Поэтому, наверное, нужно будет прийти... Сколько она стоит? 1-3 тысячи. Поэтому мне придется, наверное, в воскресенье сюда еще приходить. Или на какой? Или на Салтыковку сходить. Даже не знаешь. Прям на разрыв. Уже и самому везде хочется, и везде ждут меня. Сегодня здесь было много общения. ЛФЗ. Вот такие милые. Милые, примилые. Ага, ага. Похоже на Кузнецов. Нет, что-то другое. Плохо видно. Но мне кажется, что там, по-моему, написано. Вот внизу у нас самое первое, последнее слово. Дулёва. РСФСР я различил. Еще что-то. Ребятки, смотрите. Полка, консоль. По-моему, как раз под картину мне. Можно даже несколько статуэток поставить. Можно в чисто золото покрасить. Невеста прошла, не успел снять. Вернее, я думал, что нажал, а сам не нажал. Вызываю такси. Стою вот сюда отсюда. Вызываю его, да. Здесь раньше никогда не стояли. 7 вечера. Продавцы еще стоят. Люди ходят. Но погода шикарная. И даже здесь вот, да, видите. Вон даже еще туда дальше стоят бабульки. Люди проходят и говорят, что сегодня что? Выносы квартир. Ну, наверное, так и есть. И видите, да. До сих пор стоят. Ладно, такси заказываю. Пока у меня есть. Ты, коняшка. Пока у меня есть еще зарядка на телефоне. Не знаю, в воскресенье куда пойду. Не пойду. Что, как силы будут. Посмотрим. Но, в любом случае, мы с вами не последний раз на блошином рынке, а продолжим поиски чего-то интересного. Пока-пока. С вами был и ваш Иван Рыбников. До новых встреч. Ну что ж, друзья, мы с вами вернулись к розыгрышу нашего приза. Картина от Екатерины. Написано ее руками, пальчиками. Красивая. Достаточно красивая. Если еще и рамку найти по размеру. Она же написала мне еще Мадонну. И я для нее уже рамочку нашел. Посмотрите. В этот раз на блошином рынке купил. 500 рублей она стоила. Ну, мужчина мне сделал скидку. Так, наверное. Да, по-моему, за 1000 он ее продал. Так как он меня знает, он мне сделал скидочку. И Мадонна у меня уже водрузилась на свое место. И дополнила очень красивую картинку. Скоро я вам покажу, где она будет у меня висеть. Вернее, висит уже. Ну, а мы вернемся и к нашим рисам. К поиску победителя. Пойдемте в программу. Это программа, которая нам укажет на победителя. Я уже загрузил все ваши комментарии. Здесь у нас сегодня отобразились. Вот оно видео. Кто нашел клад на барахолке. Со словом цветы. Вера Баева у нас здесь. Татьяна Елишева. Людмила Бершова. Ирина Банкарева. Светлана Тимченко. Иван Рыбников. Ирина Авелина. Гилберт один. Антик-агент. Наталья Жиденко. И многие-многие другие. Есть листать здесь по нумерации. Но мы с вами нажимаем на выбор случайного комментария. Татьяна Чадова. Обожают цветы. Они являются прекрасным ощущением. в нашей жизни. Да. Действительно. Мы ощущаем самые прекрасные эмоции. Да. Когда смотрим на цветы. И когда вдыхаем их запах. Ну а я хочу вам зачитать пару комментариев. Татьяна Чадова. Татьяна Чадова. Поздравляю вас. Напишите свой адрес на мой ВКонтакте. ВКонтакте. Вы найдете мой ВКонтакт под этим видео. В прикрепленном комментарии. В первом прикрепленном комментарии. К примеру. Вот хороший комментарий. Мой муж подарил мне первый раз сирень огромный букет. Обожаю сирень. И вот уже 30 лет как мы вместе. И каждую весну дарит мне огромный букет сирени. Как приятно даже читать этот комментарий. А я представляю эмоции этой дамы. Который 30 лет и говорит об этом с гордостью. Поздравляю вас. Святы нам дарят настроение и пробуждают вдохновение. Как символ чистоты. Как символ чистой красоты. Ведь очень трудно без мечты. И остается прочно с нами все то, что связано с цветами. В них растворились краски звезд и мир любви без мук и слез. Марк Львовский. Вот у нас что разыгрывалось. Это Волгоград. 50 лет назад когда мы были очень молоды и очень бедны. То муж каждый день мне дарил цветы. Пойдет в магазин за хлебом и у бабушек купит на сдачу. Хоть маленький букетик цветов. И так на протяжении всей нашей жизни совместной. Даже когда выбирались на рыбалку и там меня ждали букеты полевых цветов. Желаю такие приятные моменты каждой женщине. Хорошее пожелание. Ната Волгоград. Вот этот интересный был комментарий. Он очень объемный. Здесь дама историк. И вот она говорит о том, что редко принимаю в розыгрышах участие. Но вот тут что-то щелкнуло. Потому что очень хочу именно эти цветочки. И похоже это на ирисы. И вот сногсшибательная история. Именно о них многие знают, что название города Флоренции происходит от слова Флора богиня растительности. Но вот в честь какого именно цветка назван город. Вот в чем вопрос. И абсолютно до недавнего времени историки всего мира думали, что символом города является цветок лилия. Очень похож на древних манускриптах и прочее. Но это же символ французской королевской власти. Тогда причем тут Италия и Флоренция. И о чудо! Совсем недавно удалось совершенно точно установить, что это не лилия, а в такой проекции, а именно цветок ирис. И теперь это совершенно узаконенный символ Флоренции. Вот поэтому я и нуждаюсь такой в авторской тарелочке. Хотя у меня есть и другие. Свой букет я получила от супруга на свадьбе в далеком 1985 году. Вот такая полезная информация от историка. Вот так-то. Видите, как продолжение прекрасной картины. Ну, я могу сказать, что можно заказать у Катюшки такие же ирисы. А победитель у нас уже образовался. Соглашайся быть богатым. Соглашайся быть счастливым. Оставайся, Ваня, с нами. И будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Да. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»